в эфире же недельное обозрение тюменская арена в студии ван лобов здравствуйте сегодня мы расскажем о самых запоминающихся спортивных событиях прошедшей недели сейчас коротко о темах которые мы затронем в первой половине программы если сани готовят с лета то лыжи и вовсе круглый год жемчужина сибири снова принимает крупные всероссийские соревнования снова без победы тюменские дублеры не смогли прервать серию неудач в роли обидчиков выступила мяская торпеда начали за упокой впрочем продолжить можно за здравие тюменский легион стартовал в чемпионате мхл как только в тюменской области стабилизировалась эпидемиологическая ситуация свои двери для атлетов с удовольствием распахнул соскучившийся по соревновательному азарту центр зимних видов спорта жемчужина сибири первыми после пандемии помериться силами в одном из лучших комплексов планеты решили лыжники в сентябре как только в нашей области стабилизировалась эпидемиологическая ситуация тюменский центр распахнул свои двери для лыжников сборной россии и случилось это очень вовремя традиционно жемчужине сибири в сентябре проводятся всероссийские соревнования являющиеся для атлетов и тренеров спортивные вариации сочинения как я провел лето будем уже отталкиваться от этих соревнований вносите корректировки в тренировочный план если все удачно получится значит мы идем в правильном направлении и скорее всего план подготовки не будем корректировать и будем тренироваться также как при неудачном раскладе что-то изменим и предпримем меры мы после города сейчас все составы после гор и все побегут так называемая есть вторая волна у спортсменов и думаю все покажут достойные результаты кто на что способен традиционно на неофициальный летний чемпионат страны собрались лидеры национальной команды в тюмени сейчас находятся три из четырех групп сборной россии под руководством маркуса крамера олега перевозчикова и егора сорина не хватает жемчужины сибири только коллектива юрия бородавка его подопечные проводят сбор в малиновке архангельской области поэтому сибирские старты проходят без александра большинова наталья непряевой и дениса спецова но и без этого здесь будет очень много спортсменов особенно в мужской части с кем можно будет сравниться той молодежи которые тренируются у меня в группе соревнования нам нужны потому что спортсмены тренируются на протяжении полугода без стартов и им нужно им нужно проверить себя нам надо посмотреть как складывается тренировочный процесс то есть неопределенный срез сделать на данный период времени они эти соревнования у нас традиционные и естественно необходимые впрочем звезд и так хватало обладатели наград олимпийских игр александр бессмертных московской области и андрей ларьков из татарстана тюменские призеры чемпионата мира глеб притивых евгений белов титулованный югорчанин сергей стюгов вернувшиеся из декрета юлия ступак все они плюс более молодые но амбициозные и уже имеющие медали кубка планеты лыжники сборной были готовы снова почувствовать уже подзабытые соревнованные эмоции надо иногда растут войска особенно в рамках соревнования не контролью чтобы просто как-то не терять навык все равно контрольный this контрольный ты вышел там сказали востока ты пробежал все а здесь все равно есть азарт какой-то есть такое чувство волнения небольшое все равно более ответственное как то все равно чтобы ты не сказывало зимой что ты выйдешь тому я четыре месяца на стену Соревнование начал индивидуальный спринт свободным стилем. У женщин случилась битва молодых мам. Тюменко Татьяна Сорина до замужества Алешина и представительница Коми Юлия Ступак на Олимпиаде 2018, бравшие медали под фамилией Белорукова, родили в этом году, но уже вернулись в строй. В финале между ними вклинилась Христина Мацокина из Татарстана. Золото взяла Ступак. На первых после рождения в январе сына стартах. Сегодня такая битва молодых мам получилась. Вы же успели обсудить это с Татьяной Сориной? Еще пока нет, но я думаю, что обсудим обязательно. На самом деле очень приятно. Можно родить и вернуться. Надеюсь, что хорошо. Сорина и вовсе стала мамой полгода назад, в марте, но уже привела себя в отменную форму. Признается, что после родов отдыхала всего неделю. После чего в условиях уже обрушившейся пандемии начала тренировки. Характеру и упорству Татьяны можно лишь завидовать. А медаль точно добавит ей уверенности и мотивации. Начиная с полуфинала, просто на максимум бежала. Старалась не раскладываться, потому что для меня это первый сезон после родов. Поэтому пошла на максимум. У мужчин грянула сенсация. Денис Филимонов из молодежной группы сборной России Егора Сорина в квалификации стал только 13-м, а в итоге подвинул всю титулованную братью. В финале он не стушевался перед более опытными партнерами под национальной команде во главе с югорчанином Сергеем Устюговым и финишировал шестым. Следом расположились другие татарстанские атлеты. Сергей Ардашев и Андрей Ларьков из команды Олега Перевозчикова. Отметим, что представители всех трех групп сборной страны в итоге взяли медали в спринте. «Минимальная задача была дойти до полуфинала, максимально быть просто в финале. Про медали даже не думал, потому что в коньковый спринт я слабенько бегаю. Я больше специализируюсь на классическом спринте». Всероссийские старты в Тюмени проходят в формате мини-тура. Победители определяются по сумме трех гонок. Атлетов ждут еще раз сделки на роллерах и кроссовый персют. Не складываются в этом сезоне дела у дублеров футбольного клуба «Тюмень». Причиной тому и стремительное омоложение состава, и череда травм, которые не дают вести подготовку в оптимальном составе, и выступления ряда игроков еще и в региональных соревнованиях. Вот и отчетный поединок 1-4 Кубка России среди любительских команд против «Миасского торпеда» прошел не по тюменскому сценарию. Гости сделали ставку на стандарты и контратаки. Уже в дебюте автозаводцы чуть было не исполнили сухой лист. А когда не вышло, горевали недолго. На вес с левого фланга замкнул Алексей Емельянов. У нас каждая игра, урок. Чем больше сильных команд, тем они быстрее должны расти. Что касается уроков, да, ошибки одни и те же. Опять счет вроде разгромный, скажем так. Но сегодня маленько попробовали сыграть по-другому. Видимо, до конца некоторые не поняли. Плюс индивидуальные ошибки. Не скажу, что прям солидные преимущества. Такое ощущение, сколько голевых моментов было, столько команда и забила. Мяч у тюменцев держался, но на своей половине поля. Возрастные гости развернуться сибирякам у своих ворот попросту не давали. Окончательно деморализовал дублеров супергол Дмитрия Пуртова. Положительного мало. В основном игра как бы у нас плохо получалась. К первому тайме как бы пытались разыгрывать. Может быть какие-то контратаки бы у нас получились. Попробовали новую схему. Старались, вроде бились. Но, к сожалению, результат не радует нас. Силовая команда «МИАС». Ну, мы сюда приходим тоже, чтобы биться, добиваться результатов каких-то достижений. Да, есть у нас в команде молодежь, они не готовы еще, я думаю, к силовой борьбе. Но постепенно, я думаю, они обрастут костями, мышцами и, думаю, тоже дадут бой. Не задалась игра во втором тайме у голкипера Камиля Аюпова. Дважды он слишком далеко покидал свои владения, за что был нещадно наказан сначала Анатолием Семеновым, а затем Артемом Лаговчиным. 0-4. Чтобы хоть как-то наладить игру между защитой и нападением, Евгений Маслов выпустил на поле Андрея Павленко. У ветерана клуба молодежи есть чему поучиться. Правда, есть одно «но». Есть, конечно, ребята что-то черпают, но, скажем так, не сильно. В общем, тренировочный процесс, скажем, отличается, чем в команде. Там все равно ровнее, даже что-то они хотели бы, может, почерпнуть, но не позволяет, скажем так, даже элементарное техническое мастерство исполнить тот или иной технический прием. Под занавес встречи хозяева были несколько раз в шаге от того, чтобы провести гол престижа. Но собственная неточность – голкипер «Торпеда» и «Фортуна» удержали ворота автозаводцев на замке. Крупное поражение, которое, конечно, не добавило коллективу оптимизма. К сожалению, наша серия сейчас идет из поражений и ничей. Очень тяжело психологически, но стараемся забыть как можно быстрее и начать с нового листа. Как бы более мотивация у нас. Все новые и новые достижения хотим увидеть. Ответный поединок команд пройдет в Миасе 15 сентября. Правда, со стороны результата смысла в нем, по сути, не будет. Выше головы не прыгнули, зато хотя бы показали характер. Тюменский легион с поражения отчайки в Нижнем Новгороде начал чемпионат молодежной хоккейной лиги. Откровенно говоря, ждать чуда от команды было сложно. И дело даже не в том, что сибиряки вновь очень серьезно омолодели состав и тренерский штаб. Просто уж очень в разных условиях легионеры и хозяева готовились к старту сезона. Начнем хотя бы с игровой практики. Чайка приняла участие в двух турнирах в Казани и Туле. Вдоль проверив сочетания и тренерские наработки. Тюменцев же коронавирус прочно запер дома. Команда провела сборы в Елутеровске и столице области. А единственным оппонентом за все лето стали приехавшие на два поединка омские ястребы. Все остальные матчи, которые проходили, это двух сторонки между собой уже играли. Пока рано судить о том, что в каком они состоянии. В плане физической подготовки, да, они хорошо подготовлены. В плане игровой только игры смогут показать. Далее состав. У Чайки на лед вышли три дебютанта. Только один из которых – масочник младше 18 лет. Нижегородская команда в межсезонье пригласила новичков из Ханты-Мансийска, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов. Политика тюменцев совсем иная. Легионеры омолодили состав за счет собственных воспитанников. В Нижнем Новгороде первый матч в МХЛ провели 17-летние Владимир Крикунов, Дмитрий Галиакберов, Егор Егоров, Данил Шамбурский и Павел Чепелкин. А также Тимофей Климов, которому вообще 16. Столько же Артему Руденко и Александру Мингалеву, играющим второй сезон в МХЛ. Всего же масочников у легиона в этом матче набралось 11. Половина команды. Все игроки, которые находятся в команде, у каждого видно самоотдачу. Все хотят работать, все стараются, все доказывают, скажут, что в МХЛ не выходят и добавляют понемножку. Для 28-летнего Камалова матч в Нижнем Новгороде тоже стал дебютным в качестве наставника легиона. Чайки его подопечные в первом матче уступили 0-4. Но если смотреть не только с точки зрения результата, особенно учитывая все вышесказанное, положительные моменты найти можно. Прежде всего команда не рассыпалась после неудачного отрезка во втором периоде, когда за 5 минут пропустила трижды. Неплохо проявил себя 18-летний галкипер Станислав Пылаев, вышедший в заключительном периоде и отразивший все 20 бросков. Также отметим два десятка заблокированных сибиряками бросков и 17 силовых приемов. При этом на грубость легионеры не сбились. Поля реже волжан и в целом не проседая в скорости. В меньшинстве тюменцы пропустили лишь раз. А в повторном матче хоть и проиграли, но уже не в сухую 2-5. В функционале, конечно, подготовили команду в плане земли, в плане льда, там держали мы. Игры будут на выезде, 8 игр у нас запланированы на выезде, 4 тура у нас. Я думаю, в плане физической подготовки их должно хватить. Затяжной выезд легиона продолжится матчами с Казанским Ирбисом, Алиметевским спутником и реактором из Нижнекамска. Думается, с набором игровой практики шансов на то, чтобы пополнить очковый багаж у тюменцев будет все больше. Что доказала первая встреча в столице Татарстана, завершившаяся победой сибиряков 2-0. Все команды, которые мы сейчас будем проходить, их, в принципе, просмотрел и уже делал для себя какие-то выводы. И будем подготавливать уже и объяснять тактические действия какие-то, как играет соперник. И будем постараться под них уже. И будем навязывать, конечно, свою игру уже. Первые домашние матчи тюменцы проведут на исходе сентября, когда примут с Арматов из Оренбурга и Тольяттинскую ладью. В Акуловке Новгородской области состоялся чемпионат России по грибному свалому. Тюменцы Зульфия Сабитова и Николай Баранов расстались с титулом сильнейшего в стране смешанного экипажа на каное двойке. После первой попытки они шли вторыми, но в финале заняли четвертое место. На каное одиночки Сабитова показало пятое время, а Баранов восьмое. Такой же результат у 19-летнего дебютанта чемпионата России Данила Быкова на байдарке. Сейчас тюменцы готовятся к следующему старту – Кубку России, по итогам которого окончательно будет сформирована сборная страны. Вторую победу одержала Тюменская гвардия на проходящем в Севастополе суперфинале межрегиональной любительской баскетбольной лиги России среди женских команд. Представительницы индустриального университета одолели ДГТУ из Ростова-на-Дону 64-48. В первом матче сибирячки были сильнее созвездия из Владивостока 69-62. Далее в программе. У судьи есть муж. В данном случае это чистая правда и совсем даже не обидная. Познакомим вас с девушкой-арбитром. Мячик маленький, эмоции большие. Если кто не согласен, рекомендуем посмотреть сюжет о региональной сборной по настольному теннису. Молодым везде у нас дорога, но и старикам по-прежнему почет. Тюменские ветераны успешно выступили на футбольном турнире. Со стартом футбольного сезона в России тема судейства стала самой горячей в среде болельщиков. Наш регион она обойти тоже не смогла, хотя у нас явно обрела позитивный окрас. Тюменка Елена Шнырова получает назначение на матче женской суперлиги. Арбитр со стажем полна амбиции прорваться к роли главного судьи элитного дивизиона. История вступления Алены, так чаще всего называют Елену Шнырову, на судейскую стезю довольно проста. В родном Иркутске, пройдя путь от пинания мяча с мальчишками во дворе до футболистки первой лиги, благодаря тренеру она познакомилась с сазами арбитража. А дальше было распутье, либо оставаться игроком, либо переходить на сторону футбольной ревизии. Выбор просто не дался. Были слезы, я не хотела оставлять футбол, мне хотелось играть. Но уже потом в Москве поставили вопрос ребром, или судишь, или играешь, потому что я играла в чемпионате России первой лиги и уже не могла совмещать судейство, потому что я должна была эти команды судить. Мне поставили так вопрос. Я выбрала судейство, потому что понимала, что уже скоро все равно заканчивать играть, а судейская карьера для меня только начинается. Из всех подруг-одноклубниц в арбитраже осталась она одна. После переезда в Тюмени с Прибайкалья и декретного отпуска Алена не закончила карьеру, а наоборот с порога обратилась в местную федерацию футбола. В регионе теперь работает на матчах третьей лиги, чемпионатах города и области, а также в лиге дворового футбола. Хрупкость и нежность с судьей вряд ли ассоциируются, но все главное скрыто внутри. Я думаю, что у судей должны быть какие-то качества, которые помогают ему справляться с давлением. То есть он психологически сам по себе в жизни. Человек, который не конфликтный или умеет себя сдерживать, умеет нормально к критике относиться. Как судья я могу разговаривать, где-то интонацию голоса поменять, чтобы показать все-таки, кто здесь авторитет на поле. В текущие выходные Елена отправится в Санкт-Петербург и выступит лайнсменом или же лайнсвумен матча местного «Зенита» и «Рязани ВДВ». Тюменская рефери работает в дебютном сезоне женской суперлиги главного дивизиона России. Хотя ответ на вопрос, кого судить сложнее, мужчин или женщин, она дает очень интересный. Хочу сказать, что их судить одинаково сложно, потому что, когда ты судишь профессиональные клубы женские, там тоже есть сложные игроки какие-то, конфликтные, жесткие единоборства, все, весь тот же футбол. И еще раз вернусь к тому, если нужно соблюдать управление игролика и контроль над матчем и игроками, и тогда все будет хорошо. Я хочу сказать, что судить сложно – это детей. У детей сложно судить, потому что у малышей всякие разные происходят ситуации, которые нам в теоретических тестах, знаете, задают вопросы. И все это у детей происходит, и руки всякие, и прочее. Вот детишек сложно судить. Гендерные различия иногда идут на пользу спорту. Игроки-мужчины при виде судьи-девушки все же стараются быть джентльменами. Конечно, я чувствую, как игроки-мужчины уважительно относятся и адекватно себя ведут на играх. Где-то они уже лишний раз не сматерятся. Как у любого футболиста, у судей есть свои амбиции и точки роста. Уже в следующем сезоне Алена Шнырова готовится стать главным судью в элите женского футбола. Квалификация, постоянная практика и желание прогресса к этому благоволят. Сейчас я вернулась, и мне этот сезон по правилам нужно один год отсудить на линии. Но на сборах нам сказали объявить, кто хочет переквалифицироваться на главного. Я это объявила, и поэтому, да, у меня есть такая цель со следующего сезона работать главным. Для этого я должна судить в регионе главным арбитром. Это чтобы мне чемпионаты области города давали в поле судить. Ну, чемпионат города я в поле сужу, мне назначают матчи. Что самое главное в спорте? Конечно же, получать от него удовольствие. Как, например, юные участники сборной Тюменской области по настольному теннису, которые после нескольких месяцев коронавирусной паузы приступили к полноценным, официально разрешенным тренировкам. А кому-то из начинающих спортсменов уже совсем скоро предстоит держать ответственный экзамен. С 16 по 20 сентября в Екатеринбурге состоится международный турнир УГМК «Опен». В нем по традиции будут соперничать самые юные теннисисты – ребята 2009 года рождения и младше. Молода в данном случае не зелена. В застольных баталиях эти дети заткнут за пояс многих взрослых. Только успевай уворачиваться от мячей. Возвращение к полноценным тренировкам стало для маленьких мастеров большого настольного тенниса настоящим праздником. Пинг-понг – слишком интеллектуальная игра для того, чтобы получать от нее удовольствие лишь в удаленном режиме. Ну, я просто сильно люблю играть в теннис, у меня хорошее настроение. Я с радостью прихожу на тренировку и люблю заниматься. Я каждый день это повторяю, и рука у меня набивается. Скажем, у меня все легче и легче. Набиваюсь новых высот я все время. В каждой возрастной категории у нас пять попадает мальчиков и пять девочек. То есть три основа и два дополнительные. Если кадеты, то мы можем просматривать в эту сборную мини-кадетов. Мини-кадеты – это как раз те, кому нынче от 11 и младше. Вот отгадайте загадку. Ростом мал да удал от меня ускакал. Правильный мяч. Но оказывается, не только. Нравится играть в свое удовольствие. Когда тебе задают задание, ты можешь долго сделать. У тебя подготавливается физическая подготовка. Ты думаешь, что у тебя что-то получится. Сомневаться в этом не приходится. Тем более, что самым маленьким тюменским теннисистам есть на кого равняться. Насонов Богдан, который становился чемпионом и призером международных соревнований. Насонов Николай, его двоюродный брат. Он был в том году 10-й на России. Он попал, отобрался. Был Даниэль Набиев. Тоже ездил на первенство России. Занимал 16-е место по своему году. Но, как говорится, не настольным теннисом единым живут его приверженцы. Вообще, я хочу стать педиатром. Мне нравится там всех лечить. Я прямо в детстве брала всякие инструменты и лечила своих взрослых. Мечты у наших детей светлые. А взрослым только остается помочь им воплотить их в жизнь. У нас больше и больше, 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 больше ребят, которые растут, которые не бросают настольный теннис. Они хотят двигаться дальше. От того, что у нас всего 9 столов, мы не можем разместить детей. У нас бывает по 40-50 человек в зале. То есть, на такой маленькой территории мы не можем разместить детей. Очень бы хотелось свой зал. В Березовском Свердловской области завершился региональный турнир первенства страны по футболу среди ветеранов возрастной группы 50+. В нем участвовали 6 команд. Тряхнули стариной на зеленом газоне и представители Тюмени. Команда, капитаном которой является Александр Русляков, в результате заняла третье место, занеся в свой актив 7 очков. Конечно же, в принципе, в таких турнирах, я думаю, что главное действительно участие. Но спортивную составляющую никто не отменял. И все равно была поставлена максимальная задача достигнуть максимального результата. Не все получилось, но я думаю, что жизнь есть жизнь, она не останавливается. Я думаю, мы еще вернемся, так сказать, к более высоким местам и завоюем эти места. Сибиряки вполне могли расположиться в турнирной таблице и выше. Но в Березовский пришлось отправиться усеченным составом. Именно кадровые проблемы искомкали рисунок игры Тюмени. Тяжело. Честно скажу, тяжело. Как раз на эти выходные погода такая очень жаркая установилась. У нас было очень мало замен. Вот скажу по последнему матчу, когда играли с хозяевами, у них было 15-17 человек. Через каждые 2-4 минуты они менялись. А мы этого не могли себе позволить. Поэтому было очень тяжело и мне, и всем остальным ребятам в нашей команде. Но, как говорится, достояли до конца. Первыми финишировали хозяева. Митяй из Екатеринбурга, набравший 15 очков. Серебро примерила Омская область, настрелявшая на 8 баллов. Именно вице-чемпионов вполне могла опередить Тюмень. Для чего в последнем туре ей было достаточно сыграть в ничью с располагающейся ниже Уфой. Самым запоминающим для нас был матч, это, конечно же, Суфой, которым мы должны были побеждать. Но так сложилось, что мяч он круглый, и мы, к сожалению, пропустили на последних минутах и проиграли 1-2. Этот результат не позволил нам занять второе, более высокое место, чем то, которое мы заняли. А поддерживать форму сейчас необходимо. После снятия ограничений ветераны задышали полной грудью. И не успев вернуться домой, уже готовятся к следующим матчам. Давненьки не виделись. Было очень приятно увидеть ребят как из Екатеринбурга, так и из Уфы. То есть, как бы уже практически каждый год мы ездим, играем. Все ребята здоровы, выходили на поле. Все было очень даже отлично. Поэтому я считаю, что действительно для нас, субболистов, мы пережили данный период. И вот, пожалуйста, начинаем тренироваться. Кстати, именно капитан Тюменцев получил приз лучшего защитника турнира. Борозды не испортили. Также Андрей Комаров, Игорь Дергач, Андрей Авакумов, Виктор Трифонов. И даже несмотря на то, что концовка соревнований для сибиряков вышла смазанной, главным итогом стало то, что команды сумели вернуться к привычной жизни. Да, жизнь останавливается. Жизнь идет своим ключом. Тем более, сейчас уже изоляцию потихонечку снимают. Ждем приглашения опять от наших друзей из Екатеринбурга. Думаю, что где-то в течение месяца они нам сделают вызов. И поедем в Артемовский на турнир по ветеранам 50+. ГТО в Тюмени Будь ГТО! ГТО – это модно! ГТО – это круто! ГТО – это стиль жизни! ГТО – это твой шанс! Будь в тренде! Будь с нами! Подтянись к движению! Докажи, что ты можешь! Гордись собой! Наставь свой личный рекорд! Мы с ГТО – мы в движении! А ты! Подтянись к движению! Получи свой знак отличия! Это был последний сюжет на сегодня. Еще больше новостей спорта вы, как и всегда, сможете найти на нашем сайте asnta.ru. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова